Welcome, welcome, welcome! Пока мы выясняем, какие скины получила Кристинка и Максим Котко, который, видимо, не слушает у нас стрим, просто пришёл, выиграл приз, ушёл. Молодец! Ну, что поделать. Вот моё фото, я Максим. Дреддного ГП она получила. Только его? Больше никого, да? А чё там я видел, она про два скина говорила? Так, я нормально вам всё там? От фуллскринил, всё хорошо, да, всё хорошо. Второй не посмотрел, а теперь ищу. А, всё, я понял. Четыре раза написал, алё! Айкасадо, это ты? Макс? Ну, я просто не читаю сообщения. Я задаю вопросы, не читаю сообщения. Ну что ж, команда ТСМ оказалась на красной стороне. Банят сразу же Грейвса, потому что не хотят Левику отдавать Грейвса в руки. И вы решили ТСМ пойти другим путём. Не банить джанглера команды Гигабит Маринс, его тех чемпионов, а Свену отдать Лисина. Видимо, они хотят обменять Казиксы на Лисина, Рингары на Лисина и Лизу на Лисина. Как-то так. Так, а если Лисина заберёт Левия, что ТСМ и будут играть? Грагасы от Свена? Непонятно. Минус Рамбл ещё делает команда ТСМ. Привет, Фоллэн Бич, падшая сучка, привет тебе, да. Задумались над первым пиком Гигабит Маринсы, потому что их, конечно же, смутили немножко направленность на Старка, банов ТСМ. Хотя Старк на этом чемпионате вообще практически не играл керри чемпионов на топе. И, ну, кроме того Кеннона, странно немножко направление. Карма была взята, ну, скорее всего, Арчи снова будет на ней играть. В чём смысл своих собственных чемпионов банить? Ну, смысл был, чтобы не попасть в контру такую же. Видимо, они и хотели играть снова Ашу, а Аша довольно плоха против Рамбла, и хотят играть через Лисина, а Лисин плох против Грейвса. Команда ТСМ, ну, ротацию-то выиграла, как мне кажется, потому что за Карму вряд ли была бы борьба между этими командами. Байф Рост, скорее всего, будет играть Трэша, либо ту же самую Нами, про которую мы как раз говорили. И Гигабит Маринсы тут же забирает себе Грагоса. Вот за этот пик, мне кажется, ТСМ им надо бороться. Потому что именно Грагос был ключевым чемпионом. Без Грагоса Гигабит Маринсы разваливались постоянно. Да, Казикс был опасен, да, он расфиделся. Но только благодаря тому, что Грагос надамажил Хаузера на топе, только благодаря тому, что дальше Грагос ходил вместе с командой и инициацией проводил классно, и те самые были проблемы. Гигабиты, ну, довольны абсолютно, и снова пикают то же самое, что было в прошлый раз. Розыгрыши только между сабами на Твиче? Нет. Ну, чем вы слушаете розыгрыши между людьми, которые в ВКонтакте подписаны на канале? Зайди в ВКонтакт на мой канал, все узнаешь. Кристин, почему ты не спамишь им эту информацию? Почему эти люди бездарь и ничего не знают? Ну, Тилу соберет команда ТСМ наут против Грагоса. Такое большое разнообразие джанглеров, аж 4 штуки весело. Ну, вообще-то их больше. Тут просто, получается, Леви может играть на чем угодно, и он выбирает самого предпочтительного для него чемпиона. А, видимо, сегодня он будет на Казиксе у нас гонять. А команда ТСМ, у них джанглер просто, ну, это, наверное, самое слабое их звено. Всегда было. Но Свен на Лисине вроде бы неплохо. Почему гигабиты, если они гигабайты? Ну, да-да. Не, гигабиты называю. Вакхабиты. Так и 5 джанглеров, еще же есть Элиза. Хочу кота джанглера. Кот джанглер уже откатил. Минус физ. Странный бан немножко последний от команды ТСМ. Видимо, это Оптимуса физа на мид забанили. Собирается ТСМ и забирает себе Синдру. И чтобы Синдра не играла против физа, они сразу же сделали этот бан. Ну, гигабайт маринцы должны догадаться и сделать сейчас бан Синдры. Что будет проще, но, с другой стороны, может быть, они хотят через Эко сыграть, если что. Как бы Синдра не так хороша против Эко. Все еще нами банят. Ничего не меняет гигабиты, гигабайты. Морячки идут к тому, что было тогда. Ну, ТСМ, конечно же, тут же забирает Синдру себе, который ключевой чемпион иногда для Бьерксона бывает. И остается последний пик у команды ТСМ. Это их саппорт. Если саппорт еще не пикнут. У нас же на Утилус есть. Теоретически, Байфрост на нем может отыграть на саппорте. Ну, а морячкам надо придумать Контрук Синдры. Ну, это вроде бы Эко остался. Можно попытаться похожего взять чемпиона. Ну, они делают вроде бы то же самое, только, наверное, через Эко на миде. Эко, Талон. Кто у нас еще остается? Ну, либо рейнджовый чемпион, типа Талии, Арианы. Ариана-то не забанена, Талия не забанена. Так что, я вообще думаю, Ариана сейчас будет. Щиток лишний всегда пригодится. Как раз для Грагаса, Казикса идеально. Здесь же явно строится игра вокруг Казикса у команды вьетнамской. Зет! Такого я себе представить не мог. Самое интересное, я сейчас послушал английских комментаторов. Второй рассказывал то же самое, что и я. А первый комментатор как раз сказал, что Оптимус Зед играл во Вьетнаме против Синдры пару раз в их плей-оффе. И предположил, что тоже Зед здесь может быть пикнут. О, 512 подписчиков, как надо. Ты рекламируй лучше, Кристин. А то никто не в курсе, что происходит. Зед против Бьерксона на Синдре. Бьерксон берет сразу же барьер себе, чтобы контрить Игнайт, решает играть не через Экзос против Зеда. Хотя Экзос был бы неплох, потому что он бы еще и Казикса ломал. Но поглядим, ребят. Сразу видно, что Гигабайт Маринцы все продумали. Ну, то есть они особо долго не задумывались и сразу же пикнули себе Зеда, как только увидели, что Синдра попала туда. Ну, а Бьерксон все еще пивко пока пьет. Напоминаю, что если ТСМ сегодня проигрывают свою встречу Best of 5, если они ее проигрывают, то они попадают все равно еще в переигровку, по сути, в матч среди лузеров. И у них там будет второе Best of 5. Благодаря тому матчу они все равно могут вернуться в топ-6 команд и сохранить слот для своего региона. Ну, вопрос такой уже о том, против кого они там будут играть. Против турков, либо флэш-вульфов. Мельдони он там пьет. Обоснуй, твое удивление, разве Z такой нереальный? Обосную. Прошел сплит 2017 года. Первый сплит. Более, наверное, 400 игр суммарно прошло на просцене в Корейской лиге, Китайской лиге, Европейской лиге, Американской лиге, ЛМС лиге. И нигде ни разу не пикался Z. Кроме случаев совсем неординарных, типа вот Z два раза, помните, в одном матчапе против флай-квестов пикался, и этого Z контрил хай разнообразными способами, а именно Джарванов, Джарваном. То есть просто Z жутко, редко пикают. Очень редко. Хай еще говорят пикал Z против TSM, но если ты считаешь это хорошим пиком был, когда он отстоял на 20-й минуте 85 фарма, то я считаю, он его не пикал, он просто в АФК стоял. Да, было, но это уникальные случаи. Уникальные, потому что, например, команда флай-квест вообще еще пикала Шака в джангл. Но вы же удивитесь тоже про Шака. Удивитесь. Такие дела. Фейкер тащил когда-то на Z. Ну, когда-то. Когда-то мы все тащили на Z. Я тоже брал мешок и тащил. А в нем Z был. 0-0 счет. Первый Дрейк у нас тоже будет инфернал, как в предыдущей игре. И у нас Лисин будет начинать с рапторов или с красного бафа. Пока просто TSM-ы побегали. убедились, что нет инвейда от Казикса с Грагасом и начали дальше просто играть. Довольно тяжелая линия в начале для Z. Но Бьерксон у нас начинает с минус мопса, с минус двух мопсов. Не заласхитил их. Оптимус-то подойти не может и заласхитить. И он только через кушку сейчас и может фармиться. А вот Бьерксон у нас явно ошибается. Он должен был делать 6 из 6. А Бьерксон пока сделал только 3 из 6. Это очень слабый старт для игрока такого уровня. Леви забирает красный баф и сразу же идет вниз. Подпуливают гигабит Маринцы эту линию. Нет, я думал, это будет для битвы подпула. А на самом деле у нас просто Казикс идет обворовывать. Ему помогли сделать Рапторов. Очень сильно помогли. После этого он сделал в соло себе красный баф и устраивает ловушку против Лисина. Но он не знает, что Лисин будет фармить. Фармить себе волков. Не догадывается об этом Леви. Начинает он забирать себе синий, но очень поздно. Лисин успеет сделать себе третий левел и прийти за этот синий воевать. Ой, как Леви ошибся. Смайт, правда, у него откатился. И сейчас будет очень близкое сражение. Смайт выигрывает. Смайт выигрывает. Все же Леви. Пытается увернуться от кушки Лисина. Впрыгивает в итоге он в него, потому что подходит туда уже Карма. Но смещается туда и Бьорксон, который говорит не бойся, сражаемся. Арчи флэшается. Флэшается и Байф Фрост, которого, скорее всего, убьют. Он ставит чит, но очень поздно. В стан попадает у нас два игрока команды Гигабит Маринцев. Они делают, конечно же, ФБ, но при этом и отдают килл Бьорксону и два килла вообще суммарно команде ТСМ. Дабл баф для Бьорксона. Ну, не знаю. Зетт не мог сместиться. Могу в его оправдание сказать, он точно никак не мог туда пойти. Давайте смотреть еще раз повтор. Х-9 Зикс. Зикс тоже, смотрите, не может идти. Если посмотреть внимательно, где он находится, у него бежать дальше, чем Аше, и Аша просто проходит полпути. Леви здесь немножечко перемудрил. Вот если бы это обошлось килл в килл, ребят, килл в килл, даже там дабл баф, то, что достался Бьорксону, это не так страшно было бы для команды Маринцев. Опа! Леви выходит на Бьорксону, у которого нет флэша, Бьорксону ловит и дабл баф забирает назад себе команда Маринцев. Правда, в этот момент Свен цепляется за Арчи, станет его, поддамаживает и выпрыгивает назад на Байо Фроста. Почему Бьорксон на барьер не нажал? Ну, решил не нажимать. Глуповато. Ой-ой-ой-ой, Свен еще тратит кошку, сразу же Зет прыгает на него, дает замедление с автоатаки. Ну, да ладно, Свен тут убегает. У него шишка есть, все нормально. 2-2 счет. Оптимус дает просветочку, тратит ее, показывает, где Свен, показывает, сколько у него хп, ну и команда ТСМ. Эту игру начинает позадорнее, чем предыдущую. Счет 2-2, но по золоту равенства. Комментаторы в перерыве как раз обсуждали, что ТСМ немножко недооценили вьетнамцев и начали играть в слишком открытый хоккей. и на этом открытой, в этой открытой игре оказалось, что не способны держать удар. Ну и там чемпионы не самые лучшие. То есть получилось, что Пауэр Спайк, ну ты, чемпионы команды ТСМ, вроде бы, это и сильные. Пауэр Спайки у них есть, но Опа, у нас тут сражение, 4 на 4 левел, Леви проигрывает, его прописывает стан, еще один килл для Бьоргсона. Вот вам Элисин. Оптимус делает прыжок, но не попадает по Бьоргсону спеллами, теперь придется отступать. Бьоргсон по нему, ну не может прокнуть андерлорда, но его только что тратил в Казикса. Синий баф заполучает себе Бьоргсон, дабл баф все еще висит на Зэде, у Зэда есть возможность получить 6 левел, вопрос, когда, и кто быстрее его получит. Если Зэд получит раньше, чем Бьоргсон, он вполне может просто сделать Олына убить его, даже учитывая, что Бьоргсон купил уже 2 арморки и 2 Дорана. Старк на 5 левеле смещается на Бьоргсона, пошла инициация, вот он 6 левел, отфлэшивается Оптимус, но ошибка была его в том, что Бьоргсон ждал, пока закончится ульта Зэда, и только тогда, увидев, куда он приземляется, готовил прописывать стан, но Оптимус тут же сразу отфлэшился. Он надеялся, что Бьоргсон поймает его за спиной. то есть, он был за отплейн, попросту говоря, ребят, Оптимуса за отплейн, сейчас Бьоргсон. Он хотел отпрыгнуть своим флэшом от стана Бьоргсона, а тот его просто не дал. А когда дал, ну, не получилось это все. Что у нас тут у Старка? Старк у нас сделал ротацию, немножко мопцов потерял, сейчас с Хаузером сражается один на один, Хаузер его выигрывает, причем прилично. Странная ульта, очень от Старка. Теоретически, Хаузер сейчас все равно будет стоять, фармиться дальше. Ну, ладно. Три Доран ринга у нас на топе у обоих топ-лейнеров, и в этот момент Армгард появился у Бьоргсона на Сиэндре, и мне кажется, это ключевой очень момент, потому что сейчас Зед на нем килл вряд ли сможет сделать без Игнайта, без Флэша, даже со своей ультой, и Зеду надо бы как-то уже, может быть, придумывать Джанглера себе в команду, потому что, ну, без него он организовать ничего не сможет. На боте у нас интересный выбор в этот раз пал команда ТСМ это на Браума, я не обратил внимания. Думаю, этот чемпион был взят неспроста, не из-за Зеда его взяли, не из-за Грагаса, а из-за того, чтобы Аша разогрета могла прописывать станы за станами за станами. Зайра была хороша в предыдущей игре, но демеджа не хватало, и поэтому ТСМ решили играть через защиту. Схаузер организовывает тавердайв, вытанковывать будет, Старка прокастовывают, и две ульты потратила команда ТСМ, Хаузер остается в живых на сопельках, но этого хватает, как видите, 2-4, команда ТСМ уходит вперед, Зед же вместе с Казиксом организовывают Инфернал Дрейка. Это плохо для команды ТСМ, да, они сделают сейчас ФБ вышки, но Инфернал Дрейк, он как бы всю игру будет теперь давать бафы Зеду, не забывайте, что Зед парень непростой, за каждые рандомные киллы, которые он может проделывать, он набирает еще себе лишнее АД. Это неприятность, конечно же, еще та. А к этому АД теперь еще Инфернал Дрейк добавился. Какой следующий будет Дракон? Риута пока не написали, ну ладно. Напишут. Оптимус ставит ворды, и идет Тауэр Дайв, судя по всему. Браума у нас оставил Ашу, Аша пытается убить Леви, но здесь не убежать, отфлэшивается, пытается вернуться Тортал, но куда-то тут вернешься. Морячки они не прощают. Замечается команда ТСМ, хочет спасти своих, своего убитого АД Керри, некуда делать телепорт, но вот Бьерксон с Свеном на уголочек, по-моему, задел, задел, задел уже, все, Бьерксон не отпустит отсюда хотя бы одного игрока, хил от флэш, от Арчи и хил. Кушкой попал Свен, но лететь уже нельзя, Бьерксон потерял свои спеллы. Зэк теперь, ну это давно уже было сделано, это очень давно. Ну я максимально видел 590 АД у Зэда, это вот максимальное, что я видел в игре, особо на это не обращал внимания, но вот то, что я видел, это 590 было, ну довольно много получается. Там получается такая, фигня, он не за киллы получает АД себе, а за определенное убийство только лишь. Как же Казикс грязно играет, очень грязный Казикс. Грязный Казикс играет грязно. Любопытно, у нас Вайл Торто пришел на мид и тут же отошел в сторону. За АП не дают, ну в смысле за АДшника. Ему дают с добавленного АД, то есть как бы у АПшника, если нет добавленного АД, это факт, ты ничего не получишь. Но если ты убиваешь Лисина, ты все получаешь, все нормально. Как бы в этом суть. А то вы как-то, ну у вас странное понимание, типа, за АДшника получаешь. То есть, если я ночную игру в поиск поставлю, опа, подождите, не до этого, оптимусы здесь ловит, он пытался на W скачкать и не ущкачкал, не ущкачкал, ребят. 3-5 у нас счет становится, команда ТСМ через флэш, а наутилус ловит Зеда и Зед отдается. Ну да, 15% от его АД, которого он убил. Все верно. Ох, хорошая ульта! Но при этом Старк делает все же килл вместе с Леви, а Бьерксон не попадает по Старку, в итоге у нас Браум будет пытаться убить Старку, но Старк получает ловолап и Байя Фрост погибает, по-моему, под этой вышкой. Нет, остается в живых, Бьерксон прописывается там по Старку, но боится идти дальше. Казикс очень далеко зашел. Сделал 2 кила себе на Свене и Хаузере, но при этом отдал килл для Бьерксона. Бьерксон с дабл-бафом на Синдре. Ну, мне кажется, немножко Маринцы не оценили ситуацию, в которую они могут попасть, если отдадут Бьерксону Синдру. Давайте смотреть дальше у нас там. Шикарный врыв от Свена прыжок на вард выпихивания, но Казикс все равно успевает дать прокаст и убивает Лисина. А дальше не хватило урона. Старк делает додж. Леви погибает от... О, извините, Леви. Ну да, он погибает от Бьерксона, но при этом убивает на Утилуса. И Байфрост выживает на сопельках. А зачем Зеду синий КД? Да, на самом деле КД 10% и энергия... Энергия у него же есть, кто не знает. 200 вроде бы у него, если я не ошибаюсь, у Зеда 200, у Акалии 250. Так вот, энергия тоже регенится, кто не знает, гораздо быстрее. Но тут я смотрю, просто пока что ключевой чемпион Синдра и Оптимус хочет на Синдре гонять и Бьерксон хочет гонять на ней. Но просто если бы меня спросили заранее и сказали, кому, кого стоит больше бояться, Оптимуса на Синдре или Бьерксона, я бы сразу сказал Бьерксона, потому что этот парень бывало просто в соло в этой катке выигрывал на этом чемпионе. А сейчас посмотрите, он играет с Джонни, ребят, Джонни, он толком даже ability power себе не собрал и уже 4 килла. А сейчас он будет себе моралку собирать. Свен у нас немножко агрессивничает, но у него рядом Biofrost, который его прикроет. Пошла телепорт от Наутилуса, но вот прилетает, кидает хук, не попадает по леве, вообще никому не попадает. Извините, а в этот момент Зед попытался заулынить Вайл Тортла, не получилось, минус Арчи еще. Переключается команда ТСМ на следующих игроков, они по очереди отдаются. Винни-Пухи по очереди отдаются, куда же вы так? Хотя у нас резко Казик сделал 2 килла для своей команды, переключается к Старку на помощь и у нас Аша почему-то сюда не пошла. Вот он, проблема. У нас Адекерри, команда ТСМ решил фармиться на меде, и поэтому так все случилось. Но это 2 килла за 3 и вышка цена в пользу ТСМ-овцев, но Казикс опять 2 килла набрал. Ни на чем. Сейчас мы увидим повтор, там мне Зет интересует, как отдался, он пытался убить Вайл Тортла, и у него это не получилось. Вайл Тортла остался в живых за счет экзоста, походу. Давайте смотреть. Да, Зет сразу же по варду, а у него еще не фулл хп, дает прокаст, попадает, дает ульту, но теперь у него нет прокаста, тут же ульта, ульта Аши, ульта Аши, альта Аши, ребят, прилетела ему в лицо, потом экзост, и все. Ну и тут, казалось бы, уже выигранное сражение, но подбегает Старк, и вместе с Казиксом они организовывают кильцы, но правда, Слей чуть было не умер из-за этого. Один килл, да-да-да, сейчас посмотрел в повторе, один килл Казикс заработал, два килла суммарно там было, рядом Казикс был, только один килл для него. Любопытно, что Берксон на этом ничего не заработал, если так посмотреть, у него всего одна книжка появилась, у него даже 900 голды нету. Леви забирает себе красный баф, интересная, конечно, стратегия команды Gigabit Marines, блин, Gigabit Marines, они специально не играют через Адекерри, и их Адекерри это по сути вот Казикс, целиком и полностью, вот их, ой-ой-ой-ой, какая ошибка, Тортласс, что вообще за хаус творится. Команда ТСМ попадает в замкнутое пространство, но в этом замкнутое пространстве Синдра божеет, ребят. Да, они потеряли игрока, но убили при этом, возможно, Хаузера тоже потеряют, но Байфрост еще может дать свою ульту, дает ее. Мешает у нас синий баф, погибает Браун, потому что в нем улетает кушка, Леви делает прыжок, делает килл, Берксон пытается прописать станы, но не получается. Винус вся команда ТСМ. Синий баф их подвел. Моссом и не дал возможности кидать спелла. Не, Хаузер остался в живых, извините, 4 игрока. Погибли, мне показалось, что Хаузер тоже погиб, но нет. Леви вообще великолепен. А Берксон, ну, Джоню мог нажать, но некуда ее было нажимать, там на самом деле ни одного спелла толком в него уже не летело. 11-11 счет. Впереди идет команда Gigabit Marines, по-моему, по золоту я не увидел. Минус ульта, они все замкнуты, не может подойти Синдра, Синдра перефлэшивается, прописывает стан по оптимусу, убивает его, сразу же одновременно с этим убивает еще одного игрока. И вот здесь вот, наверное, надо было просто сливать Хаузера. Но у Браума была еще ульта, и решили, что стоит ей воспользоваться. И тут бомбочка убивает, Берксон прописывает стан, но фронтлейн его погиб, и, к сожалению, Синебаф тоже Берксон набил. Зед Браума ультанул. Да, я даже не обратил на этот момент внимание. Ну что ж, не, по золоту, кстати, ТСМ идут впереди, но драконов они опять всех просрали. Команда ТСМ знает, что следующий дрэк будет Инфернал, и в такой второй ошибке они себе позволить не могут. Тут Зеда, кстати, ловят, прописывает стан, Берксон, но его тут же убивает Леви. Берксон нажимает Джонни в надежде, что может хоть как-то, хоть что-то здесь хорошее произойдет, ничего хорошего не происходит. В этот момент команда ТСМ организовывает тавердайв на ботлейне по Грагасу, убивают, конечно же, они его втроем, но теряет вышку на топе, и, скорее всего, теряет вышку на миде, плюс еще Берксона потеряли. Пошла ульта Аши, а куда она летит? Просто на мид, и она мимо пролетает минус Хаузер. Для Зеда это веселуха, такие киллы ему только и нужны. Все еще убивается эта вышка, все еще ее убить не смогли. Команда ТСМ неожиданно на своих ротациях просто потеряла тонну золота, продолжает слезить, ломать вышки на топ-лейне, пушит без остановки. Нет, у него даже еще Лич Бейна, ребят, у него просто есть его W, и он развлекается с ней против вышек. Еще и лес забирает. Неожиданно ТСМ с преимущества в 1000-15 отдали своего ключевого игрока и потеряли три вышки. Если ТСМ сейчас проиграет эту игру, начнется матчпоинт для команды Gigabit Marines. У них будет матчпоинт, благодаря которому они, конечно же, уж одну игру, я думаю, смогут дотащить, учитывая, как они агрессивно играют и как ТСМ не тех чемпионов, скажем, прямо банят, потому что если сейчас команда ТСМ хотя бы хороший пик сделала, мне нравится их пик, но мы видим, что великолепный Грагас от Старка, великолепный Казикс от Леви, а они банят совершенно не то и не туда. Ну, как бы, зачем было забанен Кеннон, зачем было забанен Рамбл, типа, чтобы Старк на них не сыграл, но так Хаузер может и на других сыграть, чемпионах тоже в ответ, он тоже может Джейса сыграть, и вот тебе и Кеннон уже не играющий. Ну, ладно, посмотрим. Привет всем, да, кто только-только присоединился, у нас тут в перерывах еще розыгрыш, скинца будет, но пока не до низкинца, Старка убивают, судя по всему, хотя нет, он дает ешку по Свенскер, он после чего отфлешивается, но флешивается Свен за ней, дает Кухан, флеш на флеш, ботлейнера на Джанглера, и Джанглер делает килл для себя, и ассист для Наутилуса, но воспользоваться этим не смогут Маринцы, что-то у нас тут Тортл совсем оборзевших гуляет, Оптимус даже испугался в него улынить, потому что не мог поверить, что может Аша так себя вести нагло. Розыгрыш проводится в моей группе ВКонтакте, так что туда надо вам записаться, и вы увидите, что там у нас сверху висит в информации. Первый пост. В перерыве будет скинец разыгран на российский сервер, так что если кто-то играет на русском сервере, вперед. Гагабита. Совсем у меня с ошибкой там написано. Был пьяный, извините. О, Хаузера здесь выловили. Через телепорт Старк выловил, пока этот чатик заглядывался, но Хаузер отфлэшился и убежал. В этот момент Зет у нас где-то умер, ой, извините, Зет, Алисин где-то умер от Зета, это мы пропустили, а на топе Казикс продолжал пушить и заставил Синдру туда вернуться. Как-то Леви организовывает здесь, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят, будет ли в рэп? Да, будет в рэп, Леви. Пытается убить Бьерксон, пропадает в стан. Бьерксон, правда, нажимает Жоню, остается в живых, Леви отпрыгивает и остается тоже в живых. Ну ладно. Саечка за испуг, как говорится. Отделался легким испугом Бьерксон. А может и Казикс. Тут уже, смотря, как оценивать эту ситуацию. Но минус ульта у Аши, и Грагас, по-моему, готовится сделать, сделать Тауэрдайв, но не один. Он вместе с Зетом, Зет, не попадает своими спеллами. Байф Рост, цепляется за Оптимус, он получает ускорение от Кармы, и они убегают. Карма, кстати, тоже очень ключевой чемпион для них. Если бы у Казикса не было щитков в этой игре, он бы не был настолько опасен. А так он получает щитки постоянно от Кармы, и команда ТСМ не может за ним погоняться. Бьерксон постарел на два года от этого мува. Ну да, когда Казикс из темноты выбегает, сразу же дает по тебе дэмэдж. Такое иногда бывает. Причем Казикс теоретически делал все неверно, но он делал это неверно зная, что там есть еще ульта Аши где-то неподалеку, зная, что у Бьерксона есть Жоня. А вот это будет сейчас интересно, ребят. Зет еще не успел сюда прибежать, но бежит на всех парах. ТСМ и начинает делать дракона. Леви готовится играть с Майт Войну против Свинс Керрена. И выигрывает. Легко и непринужденно. Но Левика, может быть, убьют. Ничего не происходит. Еще идет Олен. Минус Тортал. Скорее всего. Тотал пытается надстреливаться. Вроде бы даже успел нанести достаточно урона, чтобы зацепить Грагаса и убить. Оптимус отслышивается от врыва Хаузера. И команда ТСМ остается без танка, потому что Оптимус рядом. Какой проказ от Зикса! Казик сразу же туда прыгает. Оптимус решает перепрыгнуть через стеночку. Цепляется. Хаузер будет танковать для всей команды ТСМ. Но они жутко беты. Стан. Цепляет Леви. Кушка полетела от Свена. Но минус танка. Это значит минус вся команда ТСМ. Им отсюда не убежать. Байфрост пытается выиграть время, но только лишь дарят еще больше киллов для Оптимус Прайма. Свену. Вард есть. Есть один вард. Он прыгает на него. Там впереди Кушка, но Казикс уже добежал. Казикс уже добежал. Он кидает. Полетит на тот Казикс. Прыжок. И килец для Зикса. 19.4. Гигабит Маринцы увольняют джанглера ТСМ. Как раз недавно было то самое сообщение от Риотов. В качестве троллинга даже было. Помните, когда ТСМ и выиграли команду Cloud9 в финале американского ЛЦС? После этого было интервью. И перед тем, как задать вопрос Свен Скерину, английские комментаторы сказали, а теперь мы передаем слово, мол, самому старому игроку команды ТСМ. Но это если учитывать среди джанглеров. На что Свен улыбнулся, поржал. Потому что, кто не знает, команда ТСМ по-моему, за всю свою историю поменяла уже шесть джанглеров. Каждый джанглер не продерживался дольше одного сезона у них, кроме Свен Скерина. Свен Скерин у нас отыграл уже полтора сезона. Ну и вот сейчас, если этот сезон продолжится, то будет целых два сезона у него. Атака у них был и Амейзинг, и Одо Ван, и как его звали? На С. Как звали этого дачанина на С? Сандорин. А, Санторин, по-моему, Санторин его звали. Санторин его звали. И первых двух джанглеров, я не помню, их команды, но они тоже были. Поверьте мне, они просто... Ну так получается, что как-то у команды ТСМ... Не-не-не, Одман, он весь... Сейчас объясню. Одман, он вообще с первого сезона в команде ТСМ, но он сыграл в первом сезоне как второй джанглер, во втором сезоне он отыграл как основной джанглер, а в третьем сезоне он был опять как второй джанглер. То есть он три сезона у них был, но при этом он играл только один целый сезон. Вот и все. А у них там были другие основные джанглеры. Так что как бы шутка была нормальная. Фу, вспомнил Санторину, теперь эта морда будет сниться. Да, Санторин на морде конечно многим снится. Казикс у нас 7-3-6. Просто в соло разгоняет он свою команду, раззадоривает, точнее, свою команду, и команда идет вперед и громит американских чемпионов. 19-14. 6-3 по вышкам. Мне очень много не нравится у команды TSM, и надо им это все менять. Кто-то скажет, а что ж ты так не комментишь, как против Virtus.pro? Ты их хейтил, а этих не хейтишь? Нет, точно так же их хечу минус лэй, ошибся. Просто я еще не успел обратить внимание на это все, ваши ребята, ну, потому что сегодня нам партнерку дали на твиче, и поэтому много сегодня мыслей о другом, так сказать. Совсем о другом. А вообще, мне не нравится совершенно игра через Ашу. То есть, Аша у нас вообще ничего не делает. Зачем она была пикнута, мне непонятно. Когда Вайлд Тортал может вполне играть абсолютно любого адекерия. Кейтлин, Северка, у нас тут Хаузер будет фейс-чекать. Хватит Лео Зеда дэмэджа. Самое интересное, он фейс-чек, но я не нашел, кто этот вард поставил. Да, Нинджакин, Нинджакин. Вот, там правильно люди подсказывают. Нинджакин был еще у них. Вот, вот, вот. Это во втором сезоне, по-моему, такой парень бегал у них. Ван Зикса будет 146%. Да, вот я как раз к этому хотел привести. То есть, ТСМ-ы, теоретически, все, что сделали после первой игры, это поменяли своего мидера. То есть, они забрали Синдру себе и решили, что вот на этом выиграют. Взяли себе Лисина, мол, Лисин справится с Казиксом, и Синдру нам. Все. Мы, типа, победили. Ну, ни хрена. Ашата, как и осталась бесполезной, так и осталась бесполезной. Браун мне нравится пик, но его недостаточно. Наутилус мне не совсем нравится пик, потому что Наутилус делает инициацию, но Свен не может вместе с этой инициацией что-то делать. Ну, посмотрим, ладно, что будет дальше. Ашуа не пикнули, чтобы, может, она Слейу не досталась. Ну, Слей тут что-то неплохо так на Синдре играет, ой, извините, на Зикс играет, может быть, стоило лучше ему отдать его. Стан прописывает по Старку во время его Ешки, Бьерксон, и пока команда ТСМ еще не проиграла. Они не потеряли ни одного ингибитора, они просто потеряли много денег, и можно делать инициацию от Байя Фроста, но минус Бьерксону не успевает ничего нажать, и команда ТСМ, по-моему, проигрывает только что эту игру. Тортл у нас разогретый, отстреливается, но Казикс прыгает в него и говорит, Тортл, ты куда? Хотя Левика здесь станет, пытается убить, но здесь уже у нас Зикс, и команда ТСМ терпит второе поражение подряд. Не все очень белигабл, очень даже и очень белигабл. Вьетнамцы разогрелись, вьетнамцы жгут напалмом. Байя Фроста пытается отпулить их, выиграть время, чтобы появилась Синдра, но времени недостаточно. Байя Фроста со спины вбегает, этого у него не получается. 2-0! 2-0! Минус Z в конце игры, но это слишком поздно. Зато у Синдры был счет 6-6-6. Помните мою старую стратегию? Ну как мою? Это не моя стратегия, это стратегия Риутов, просто она такая получилась. Зикс плюс Казикс. Мы когда с Маней играли, Маня играл на Зиксе, я играл на Казиксе, и эту комбинацию практически невозможно было победить в Солоку. И вот мне очень нравится, что Гигабит Маринса, Гигабайт Маринса, извините, показывают ее в этой игре, и настолько шикарно. Куча прокасов, потом Казикс летает, добивает всех. А за что играют? Ну, я слышал, за пиво. Но еще и бабы будут. Ну что ж.